Итак, как я и сказал, у нас цель именно продемонстрировать свою риторику. Нету цели добиться истины. Судья абсолютно должен быть нейтрален. То есть даже если я поддерживаю, как судья, например, какую-то из позиций, то есть мы спорим там про веганство, я веган, например, я не оцениваю того, кто утверждает, что веган это хорошо, а не веган это плохо. Я не оцениваю это. Я оцениваю только саму риторическую часть, соблюдение регламента и какие-то факты, которые люди используют, какие-то аргументы, логику, какие-то противоречия, которые возникают. Если люди отклоняются от темы, тоже оцениваю это и слежу за временем, поскольку единственный судья только получается один, который за всем этим должен следить. Когда это коллегия судей, тогда выбирается таймкипер, который следит за временем и показывает полминуты до конца. У каждого очень мало времени, поэтому нужно укладываться коротко. Тоже у нас сокращенный вариант, если кто-то смотрел клип, который поставил циник, что там было по 6 минут. У нас более короткие варианты, потому что это темы неподготовленные. Показывается вот таким вот знаком, что это осталось полминуты. Погрешность в полминуты приемлема, то есть если вы закончили речь за полминуты до окончания вашего времени, это нормально. Вот если вы продолжили на полминуты больше, это нормально. Но если вы закончили раньше времени или если вы закончили позже времени, то есть больше спустя минуту, например, это карается баллами. То есть время очень-очень важно, нужно укладываться. Теперь, как проходят по сути сами дебаты? У нас есть три спикера, у каждого есть своя четкая роль. А, точнее, две команды. Вот с этого начну, извиняюсь. Две команды. Команда утверждения и команда отрицания. Команда утверждения отстаивает какую-то позицию. Команда отрицания, соответственно, должна эту позицию атаковать. То есть она отстаивает противоположное мнение. В команде... Да? Если есть вопросы, говорите. Тезис и антитезис. Что-что? Тезис и антитезис. Тезис и антитезис, да, вроде того. Теперь, у каждой команды есть три спикера. Первый, второй и третий. Они выступают в определенном порядке. То есть сперва выступает первый спикер команды утверждения. Здесь в таблице я специально сделал таким образом, чтобы было видно порядок, кто за кем идет. Сейчас переведу вас вот так. Первый выступает команда утверждения. Всегда начинается с приветствия, представления спикеров. Представление очень-очень краткое. То есть достаточно сказать, например, третий спикер господин Рейгес, второй спикер господин Джейк и первый спикер, я выступающий, господин Ведьмак. Можно представляться по никам, по именам, это не важно, но представить надо. Коротко представление. После этого вводится терминология, потому что ваши факты будут опираться на терминологию, и терминология не должна быть спорна. Например, у нас спор насчет любовь – это хорошо или плохо. Я команда утверждения доказывает, что это хорошо, опровержение доказывает, что это плохо. Я должен определить, что такое любовь, потому что если я не скажу какой-то свой термин, то все то, что я отстаиваю, другая команда может использовать другой термин и атаковать меня, используя совершенно другое понятие, что такое любовь. Я нарочно привожу. Дай пример. Пример. Я говорю. В нашем понимании, любовь – это возвышенное чувство, которое влияет на давление и пульс. Вся свою аргументацию я строю на том, что это влияет на давление и пульс. То есть команда опровержения не может сказать то, что любовь на самом деле – это что-то другое. Любовь – это бабочки в животе, и если вы не чувствуете бабочек в животе, то это не любовь. Нет, я дал определение. Вы должны опираться только на это определение для того, чтобы отрицать. Есть термины, которые неоднозначны. Например, я использую слово «трансерфинг». Не все знают, что такое «трансерфинг». И даже если знают все, я все равно определяю, что это за слово, что я под ним подразумеваю. Не нужно делать, что типа… Ну, это же такое простое слово, все его знают. Это термин, который не используется в обычной речи, и его тоже нужно определить. Я сейчас напомню анекдот на эту тему. Как собрались ученые на большой-большой симпозии, он говорит, вот сегодня на повестке дня мы будем обсуждать, вот есть у собаки интеллект или нет. Так, ну, кто-то обсуждает, есть какие-то про, за, против. Кто-то поднимает руку, спрашивает, извините, пожалуйста, а что такое интеллект? Ну, на этом мы закрываем симпозиум. Вот примерно так, определение обязательное, вот как пример с интеллектом. Без определения дискуссия закончится на том, а что такое интеллект. Все, так и есть. Так что важно, приветствие, представление, терминология. Это обязательно порядок. Теперь очень важно актуальность. То есть, почему, собственно говоря, эта тема важна в обсуждении. Любую тему, которую мы выберем, мы выберем, что любовь – это хорошо, почему это важно, и должны привести, как бы, актуальность этой проблемы. Аргументы, которые под это используются. То есть, первый спикер, он вводит только сами аргументы. Аргументы, которые говорят, что были такие-то исследования, или такое-то мнение присутствует у большинства, или это известно всем. То есть, он может привести аргументы, которые, по сути, под собой он не должен их доказывать. Он просто приводит тезисы определенные, определенные точки, на которых будет опираться. Он это не доказывает. Он приводит как аргументы какие-то, он приводит какие-то факты, которые также он не доказывает. Все это он рассказывает в течение трех минут. Пока он говорит, ему могут поступать информационный запрос. Информационный запрос, другая команда, или его команда поднимает руку. Информационные запросы могут идти как от чужой команды, так и от своей команды. Своя команда — это поддержка. И, например, если спикер забыл какой-то факт, тогда информационный запрос, который ему покажет один из его людей, информационный запрос, скорее всего, будет принят. И, то есть, он покажет, типа, да, давай, говори. И скажет, вот еще такой-то факт, вот еще такой-то аргумент, который мог не привести первый спикер. Это не очень хорошо, потому что это как бы подчеркивает то, что он забыл что-то, и команда его поддержала. Но, по крайней мере, команда не потеряет на этом. Что значит не потеряет? Второй спикер, который будет говорить из команды утверждения, он не может вводить новые факты и не может вводить новые аргументы. Он только усиливает то, что говорил первый спикер. Если первый спикер забыл какой-то факт, второй спикер этого не вводит, потому что это будет считаться как перетягивание чужой роли. Нельзя входить в чужую роль. Команда опровержения, если подает информационный запрос, тоже поднимает руку, хочет задать какой-то вопрос, какое-то пояснение, что-то сделать. Спикер может отвергнуть этот запрос, показать то, что нет, он продолжает свою речь, типа не надо меня перебивать, тогда его не перебивают. Может сказать, типа да, говори, тем самым он не сбивается, отвечает на какой-то вопрос или какую-то вставку, которую делает другая команда. Важный момент. Информационные запросы от противоположной команды обязаны быть. Если нет ни одного информационного запроса противоположной команды, она теряет баллы. Если спикер не принял ни одного информационного запроса, его команда тоже с этого теряет баллы. То есть с противоположной стороны должен поступить хотя бы один запрос, чтобы команда получила баллы. Но если команда показывает информационный запрос, один показал второй, третий, а спикер все их отверг, то противоположная команда не теряет баллы, она сделала все, что могла. Они пытались задать. Теряет баллы тот, кто отверг. После того, как заканчивает первый спикер, утверждение... связанный с темой, то есть как он должен быть сформулирован, к чему он должен относиться, к каким-то фактам, которые он рассказывает, что именно человек должен спросить. Так, я приведу пример плохого информационного запроса и хорошего информационного запроса. Хороший информационный запрос. Спикер говорит, цыганские ученые слышали, что собаки на самом деле имеют интеллект. Поднимается вопрос с обратной стороны и говорит, слышали, это не является пруфом, не является каким-то доказательством, каким-то источником. Цыганские ученые как бы не являются источником, на который мы можем опереться. То есть это комментарий, на который он не требует ответа. Это хорошая вставка, которая показывает слабость позиции спикера. Это по теме, не сильно его отвлекает, даже не вопрос, но это по теме какая-то вставка. Плохой информационный запрос. Говорится какое-нибудь утверждение, что проведены исследования, что... Есть вопрос, а есть? Да. Это должен говорить любой, может говорить спикер, или какой-то есть первый, второй, третий... Да, каждый спикер может задать по одному информационному запросу. То есть я не могу постоянно... Если я поднял руку, и меня отвергли, я не могу еще раз поднять руку, потому что как бы я буду с тем же самым вопросом. Я не могу постоянно маяковать, что типа ответь, ответь мне. Я имею в виду, как бы это задача какого-то одного спикера, а то есть любой спикер может задавать информационный запрос. Как из своей команды, так и из чужой команды. Да, Елес. Например, допустим, я оратор сейчас, и он мне хочет задать вопрос. Я принимаю или отклоняю до того, как я слышу вопрос? Да, да, да. Ты принимаешь или отклоняешь до того, как ты слышал запрос. Потому что, например, ты сейчас в середине своей речи, и как бы... Если моя цель просто тебя сбить с твоей... Вот ты уверенно говоришь, есть люди, которых можно сбить. Тем, что им начинают кидать вопросы, и они просто уходят от темы. То есть ты можешь закончить свое предложение, вот, и дать возможность человеку спросить. Чтобы тебя не прерывали посередине. А можешь просто продолжать тем, сказать то, что нет, и потом не возвращаться к человеку, чтобы он тебе ничего не задавал. Понятно. И... Окей, ну, так, потом. А что с... Ты хотел дать пример плохого информационного вопроса? Плохого информационного вопроса? То есть если сейчас я рассказываю, что лимоны полезны для здоровья, вот, было произведено исследование Массачусетского университета. И поднимается вопрос, я говорю то, что да, я слушаю. Он говорит, а апельсины более полезны, чем лимоны? Это как бы не имеет отношения к теме. Мы сейчас говорим про лимоны, про полезность и прочее. То есть это отклонение, которое... Возможно, апельсины действительно более полезны, но это не речь данной дискуссии. Хорошо. А если, допустим, я задам такой вопрос. А знаешь ли ты, знаете ли вы, что несмотря на то, что лимоны полезны для здоровья, те, кто их много кушает, у них энурез. То есть вот такой вот информационный запрос. Это тоже как отклонение от темы, потому что ты заставляешь спикеров в короткое свое время расширить свою тему и сейчас уйти в какую-то другую тему. Это тоже плохой информационный запрос. Понял, понял, понял. Хорошо. Вопрос принят, собственно говоря, тем, что... То есть если я принял вопрос, оппонент его задал. Правильно? Да. Дальше я могу отвечать, могу не отвечать. Это как мне уже не это другое. Можешь прокомментировать, сказать, что это не относится к теме моей дискуссии? Я могу вообще игнорировать. Неважно, вопрос я уже принял. То, что он задал вопрос, я уже принял. Тебе нужно его прокомментировать. Спикер обязан прокомментировать вопрос. Обязан прокомментировать вопрос. Но ты можешь прокомментировать, что это не относится к теме. Ты можешь прокомментировать, что на это ответит второй спикер в более... в расширенной версии. То есть это тоже вполне легитимный ответ. Ты должен ответить на него? А среагировать. Если ты принял вопрос, то ты должен среагировать как-то. Если я не среагировал, то как будто я его не принял. Да. Да, Андрей, ты руку поднял или что у тебя? Да, у меня вопрос. Какая причина у спикера принять второй и третий вопрос, если он уже ответил на первый? Технически нет причины. Он может не отвечать на первый вопрос, он может ответить сразу на второй. Он может ответить только на первый и потом не отвечать на последующий. И это вполне легитимно, особенно если он полностью укладывается в свое время и он не хочет терять время на ответы на вопросы. Но он хотя бы один вопрос принял, уже легитимно, остальное он может игнорировать. Но если он хорошо ответит на вопрос, он получает баллы. Поэтому команда, которая кидает вам вопросы, она может ему понизить баллы, а может ему повысить баллы. И если спикер сильный, он понимает, что информационные запросы, скорее всего, будут на плюс. Он сможет с ними справиться. А если команда еще и задаст неадекватный вопрос, то он скажет, что это не имеет отношения к теме, и так команда потеряет баллы. Окей, давай дальше по регламенту. Окей. Когда команда утверждения, первый спикер заканчивает свою речь, полностью он выходит, говорит, что речь закончена, происходит перекрестный допрос. То есть то, что сейчас видите, как бы это не в том порядке, начинается перекрестный допрос. Минутка О1. Нет, нет, это я поставил для того, чтобы здесь это для судей, чтобы им оценивать было легче. Это просто общий заголовок. Идет таким образом. Первая команда утверждения, первый спикер сказал, следующий начинается перекрестный допрос, первым спикером ведет третий спикер. Это роль третьего спикера, вести перекрестный допрос. Он, это сейчас его время, его две минуты, он все вопросы, которые сформулировал у себя, он их может задать первому спикеру, и первый спикер на это ответит. Все комментарии, которые были, то есть даже если первый спикер ответил только на один вопрос, а все остальное игнорирует, в перекрестном допросе все это всплывет. Поэтому полностью уйти от вопросов все равно не получится. Вопрос, сможешь ли ты это в своей речи поотвечать на них или нет. Если я все-все-все игнорирую или ответил на первый вопрос кратко и после этого и делаю игнор, то значит я оставляю место для перекрестного допроса. А если я поотвечал на все вопросы, то на перекрестный допрос уже вопросов можете не остаться. И тем самым команда, как бы, которой две минуты, она не знает, о чем спрашивать. Тоже, как бы, это разные стратегии, которые можно проводить, когда ты являешься спикером. То же самое с разной стратегией команды, противоположных команды. Третий спикер из команды опровержения начинает перекрестный допрос с первым спикером. Все моменты, которые были непонятны, которые спорные, идет перекрестный допрос. Перед допросом, вообще в любой момент раунда, можно взять минуту для совещания. Команда может посовещаться, построить стратегию в течение минуты и после этого устраивается перекрестный допрос. Это считается внутри раунда. Один раз можно взять одну минуту. После того, как кончен перекрестный допрос, выступает команда опровержения или команда отрицания. В отрицании точно так же. Сперва приветствие, представление всех своих спикеров, терминология, которой они будут пользоваться, актуальность с их позиции. Если у них позиция полностью совпадает с предыдущим оратором, то они просто кратко перечислят эти же пункты, тоже совершенно легитимно. Их позицию они озвучивают, аргументы, факты, то же самое, как у первого спикера утверждение, то же самое у отрицания. Помимо аргументов могут быть контраргументы. То есть, что это значит? Какие аргументы могут быть... Сейчас. Пример... Сейчас, дайте я скажу пример аргумента и контраргумента. То есть, может быть, не обязательно контраргумент, может быть, отрицание само по себе, а может быть, контраргумент. Такой пример. Идет дискуссия по поводу диктаторского и диктатуры и... Антоним слова вылетел из головы. Демократии. Демократии. Диктатура и демократия. Что лучше, диктатура или демократия? И команда утверждения говорит такой факт. Любой диктатор скажет, что диктатура — это хорошо. Это утверждение. Это как аргумент или это как факт, который он использует. Любой диктатор скажет, что это так. Команда опровержения может сказать... Может сказать... Отрицание или контраргумент. В данном случае контраргумент, который говорит, да, это так. Любой диктатор так скажет. Но диктаторов — меньшинство по отношению ко всему населению. А любой человек из его населения не может не согласиться с этим. Или высокий процент не согласных с тем, что диктатура — это хорошо. То есть контраргумент можно резюмировать, как начинается... Да, я принимаю твой аргумент, но у него есть слабая позиция. Отпровержение, в отличие от контраргумента, начинается со слов «нет». То есть такая же тема. И утверждение говорит. Любого человека спроси, и каждый скажет, что диктатура — это хорошо. Опровержение говорит. Я являюсь человеком, и я говорю, что диктатура — это плохо. Мое мнение, что диктатура — это плохо. То есть я в данном случае не привожу контраргумент. Я отрицаю тот аргумент, который привел ты. И как бы начинаю со слов «нет, это неправда». В этом отличие контраргумента от отрицания. Это то, что приводит команда опровержения или команда отрицания. Они приводят или аргументы, или контраргументы, или отрицают аргументы, которые были приведены. Также они приводят факты. И тоже первый спикер, он только делает тезисы, только делает точки. Также могут быть информационные запросы с обеих команд. Все то же самое. Перекрестный допрос. Третий спикер ведет перекрестный допрос с первым спикером. После того, как закончился перекрестный допрос, команда утверждения, второй спикер выступает. Он не может вводить новые аргументы. Он не может вводить новые факты. Он берет те аргументы, которые были у первого спикера, и их усиливает. То есть, прежде всего, он восстанавливает линию утверждения, потому что только что был перекрестный допрос, были атаки. Он все это восстанавливает, подводит итоги раунда предыдущего, делает какую-то атаку аргументов на противоположную команду и полностью раскрывает кейс. Полностью все-все-все подробности, какие-то исследования, какие-то факты, какие-то мнения, все это приводит второй спикер. Точно так же к нему могут идти информационные запросы, точно так же будет перекрестный допрос с первым спикером. Аналогично команда отрицания выступает второй спикер, тоже только усиливает, он не вводит новые понятия, не вводит какие-то новые факты. Перекрестный допрос с первым. И заканчивает третий спикер. Причем порядок меняется. Сперва команда опровержения, третий спикер делает анализ всех раундов, находит точки соприкосновения, столкновения, рассказывает ключевые моменты, которые были, и, соответственно, почему позиция отрицания сильнее. Он должен это подчеркнуть, доказать свою команду. Во время речи анализа нельзя заводавать информационные запросы. Анализ идет только анализ. То же самое заключительная речь третьего спикера, только анализ. И, соответственно, убеждение в том, что именно утверждение имеет более сильную позицию. Таким образом проходят все-все-все раунды. Как это оценивается судьями? Оценивается, как оратор выступает. То есть его вербальный посыл, его невербальный посыл, если он такого имеется. То есть если как бы он отлично разговаривает, но постоянно тычет факом в стол, доказывая свою позицию, то как бы это невербальный посыл, который будет наказываться. Соответственно. Аргументы, которые приводят, или факты, которые приводят. Логика в рассуждениях. То есть обязательно какие-то выводы, которые есть. Анализ данных, которые поступают из ней, или которые он сам же приводит. Ошибки. Это могут быть логические ошибки. Это может быть просто как бы путаница, которая происходит в речах. Противоречия, которые замечает другая команда. Малая вероятность, что спикер сам по себе приходит к противоречиям. Скорее всего, противоречия замечает другая команда. Это отклонение от темы. Последовательность, которую ведет. То есть я не могу выйти, как первый спикер, говорить то, что лимоны – это классная штука, ребята. Вот. Кстати, всем привет. Последовательность должна соблюдаться. Есть четкий регламент, и он должен соблюдаться. Приоритеты, которые я расставляю, то есть я начинаю с более сильных аргументов. Всегда начинаю с более сильной позиции. И, наконец, оставляю более слабые. То есть я не оставляю, наконец, сильный аргумент, чтобы им добить, как последним гвоздем. Это не является стратегически правильным. Если есть какое-то особое мнение, которое как-то очень сильно повлияло на тему, что-то перевернуло в мозгах судей или оппонентов, соответствия роли, то есть не перетягивания чужой роли, как второй спикер не может взять и начать вводить новые данные. Тот, который ведет анализ, он не может продолжать раскрытие кейса. Каждый соблюдает свои вещи, соблюдение регламента. Соответственно, культура речи, корректность – это то, за что как бы могут снять баллы. Заданные вопросы. Обязательно должны быть информационные запросы, как я и сказал. Нельзя игнорировать их все. За это минус. Нельзя не задавать вообще. За это минус. Соответственно, ответы на вопросы и время речи. Насколько каждый спикер выбивается из своей речи или нет. Вот кратко, по сути, это все, все правила, которые есть, которые используются в дебатах. Если есть вопросы, задавайте. То есть у них не может быть какое-то мнение. Да, эта команда просто однозначно лучше. Они просто тупо считают очки. Они тупо считают очки. Судью в данном случае невозможно заменить роботом, потому что все равно тут какая-то составляющая должна быть. Насколько действительно логичные факты, насколько противоречие. Но судья должен максимально быть нейтрален. Абсолютно неважно, как он относится к теме и на какой позиции он придерживается. Он тупо считает очки. И фактически судья – это в каком-то смысле и интересная роль, и неинтересная роль. Продолжение следует...